На 777 пригодим всем. Рад вас видеть. Говорим в ней, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительства. Это, можно так сказать, ключевой посыл и действительно дух военной доктрины. В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение, размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства перед нашими союзниками. Ну и прежде всего опять опираясь на негативный опыт попытки государственного переворота в Казахстане. Павел, может поможете разобраться нам, а где же этот основной посыл про миролюбивый характер белорусского народа и какие новые изменившиеся обстоятельства имеют в виду Хренин, да и Лукашенко, когда говорят об этих вызовах. И как много здесь будет, конечно же, российских указаний по поводу вот таких угроз и их реального использования. Вы знаете, у меня ощущение дежавю, как будто я вернулся в свое детство в 80-е годы и смотрю центральное телевидение Советского Союза. И вспоминаю вот эти все нарративы, связанные с Клифорным Западом, угрозами со стороны НАТО, англосаксы, которые хотят завоевать миролюбивую советскую страну, что там голодают люди на Западе, и у них вообще все плохо, и все хотят просто уничтожить самое процветающее государство в мире. Вот то же самое, слушая Хренина, слушая Вольфовича и того же диктатора Лукашенко, возвращаясь как будто в свое детство. Ведь мы четко понимаем с вами, кто создал угрозы, кто их придумал, это первая фаза, придумал врагов. В последующем, исходя из придуманных врагов, начал войну против Украины. А в третье сейчас говорит об угрозах, которые якобы у них выросли и возросли. Когда логично, понятно и объяснимо, что все государства, члены НАТО, члены Европейского Союза, являющиеся соседями Республики Беларусь, а также Украина, конечно же, будут укреплять свою обороноспособность с точки зрения как раз-таки возросших угроз, а не то, что возросших, а реально состоявшихся военных действий с территории Беларуси в отношении суверенного государства Украина. И здесь, конечно же, эти государства будут реагировать и будут увеличивать ресурсы, затраты на оборону. Если мы в целом говорим о том, что обсуждалась вчера, военная доктрина Лукашенко, то нужно понимать, что она носит не только военный характер, она носит и пропагандистский характер. И как раз-таки вот эту пропагандистскую часть я объяснил в первой фазе. То есть им нужно сформировать образ врага. Формируя образ врага за пределами Беларуси, они таким образом пытаются объяснить, почему в 2024 году на национальную оборону расходы увеличились на 30%. Потому что народу ж нужно объяснить, почему заработная плата составляет в среднем в стране 400 долларов плюс, а не то, что обещал Лукашенко 500, а еще 10 лет тому назад он вообще обещал 1000 долларов среднюю заработную плату. А потому что деньги тратятся в настоящий момент на оборону. Потому что Лукашенко ввязался в войну, потому что Лукашенко хочет сохранить власть. И рассматривает это как один из элементов, инструментов сохранения своей власти. Так что понятно, что военная доктрина имеет военную составляющую, но безусловно то, что она имеет огромный кусок, огромную часть или цель, главное сказать, пропагандистской составляющей, но это налицо. Интересно, писали ли там мелким, а может и не очень мелким, шрифтом преследования, новые его витки неугодных режиму белорусскому, лукашенковскому точнее. И что известно сейчас о количестве тех людей, которых преследуют, которые содержатся и в неизвестных направлениях, и в тюрьмах Беларуси. Насколько здесь закатывается еще сильнее эта репрессивная машина Лукашенко? Ведь это же тоже враг внутренний, еще какой. Они вчера рассматривали концепцию национальной безопасности. Кстати, оба этих документа Лукашенко планирует утвердить на первом Всебелорусском народном собрании. Формально первым, с точки зрения Конституции, которую он принял в 2022 году, как раз несколько дней после начала агрессии против Украины. Как раз таки там и в этой концепции национальной безопасности, насколько мы понимаем, говорится и о внутренних рисках. Как бы подается опять же этот нарратив, который уже набил оскомину, что именно под воздействием западных различных организаций, государств, внутри Беларуси создается протестное настроение и ведется борьба против законной власти. Опять же, в концепции национальной безопасности говорится о таких угрозах, как на линии государственной границы, провокациях на границе. Но вот давайте еще и с этим разберемся. Кто создал проблемы на границе Беларуси с Европейским Союзом, с Польшей, с Литвой и Латвией? Именно Лукашенко, который действуя в том числе в интересах Кремля с 2021 года десятками тысяч, десятками тысяч, это 40 тысяч в год, 30 тысяч в год, в прошлом году опять около 30 тысяч, направляет нелегальных мигрантов на государственную границу с этими странами. Что вынуждает эти страны, конечно же, увеличивать свое присутствие военное возле приграничных территорий, в том числе увеличивать ресурсы на национальную безопасность. Что касательно внутренних угроз, то, конечно же, в этих документах и прописываются эти внутренние угрозы, потому что Лукашенко тратит и огромные ресурсы на силовой аппарат. Мы рассматриваем с вами вопрос национальной обороны, но одновременно практически в таких же объемах растут расходы на МВД, на КГБ, на различные спецслужбы подавления белорусов. Сегодня в тюрьмах находится, по данным правозащитной организации «Весна», полторы тысячи политических заключенных. Но все международные эксперты сходятся во мнении, что нужно говорить о том, что как минимум пять тысяч, несколько раз больше политических заключенных находится в белорусских тюрьмах. Каждый день совершаются аресты, задержания и приговоры выносятся за участие даже в протестах 2020 года. Вот буквально недавно стало известно, два гражданина Беларуси, житель Минской, были осуждены, товаровед, второй слесарь, за то, что они участвовали в протестах 2020 года. То есть Лукашенко до сих пор мстит. Вот вчера Мирием Герасименко, которая исполняла песню «Океана Эльзи» в Минске в 2022 году, ее удалось, слава богу, успешно эвакуировать с территории Беларуси, и она была приговорена к трем годам домашней химии. Вот буквально на днях стало известно, что из Швеции вернулась пенсионерка, 67 лет, и была приговорена к пяти годам тюрьмы за то, что она донатила в поддержку белорусских добровольцев. То есть приговоры выносятся каждый день, репрессии не прекращаются. Лукашенко, кстати, проводит специальную зачистку перед так называемыми выборами, которые мы называем без выбора или единый день просто назначения депутатов. Кстати, все эксперты сводятся к тому, что это будет самая уникальная условно-избирательная кампания в парламент Лукашенко и в местные органы власти, когда на каждый округ всего лишь по два кандидата. То есть один кандидат, понятно, который уже согласован с Лукашенко, а второй кандидат так, ну, спойлер, для того, чтобы показать якобы демократичность. Вот зачистка сейчас идет перед выборами. 1501 неправительственная организация ликвидирована. Все, кто сотрудничал с Европой. Ликвидированы все оппозиционные партии, 11, все независимые СМИ. Ну вот, и это прописывается, кстати, в концепцию национальной безопасности. То есть формирование опять неосоветского союза на территории Беларуси. Да, это, конечно, сильно по два кандидата. Уже говорят многие эксперты, что, возможно, на президентские, так сказать, на лукашенковские выборы 2025 года, так вообще может быть один кандидат или вообще никого? Смотрите, здесь очень интересная история, что мы фактически уже наблюдаем с вами стартовавшую предвыборную кампанию длиной, ну, по конституции Лукашенко в полтора года. Будет ли она длиться полтора года? Это зависит тоже, кстати, от Лукашенко. Сейчас пройдет этот день без выборов, 25 февраля. После того, как будет сформирован парламент, в течение двух месяцев должно быть сформировано так называемое Всебелорусское народное собрание, о котором я говорил. Оно проводилось много раз, но первый раз с точки зрения Конституции. Лукашенко, конечно, Конституции. Так вот, это Всебелорусское народное собрание должно избрать президиум. И это же Всебелорусское народное собрание должно избрать председателя. А Всебелорусское народное собрание имеет, видите, полномочию утверждать концепцию по национальной безопасности, военную доктрину, и главное, выносить импичмент президенту Республики Беларусь. Как вы думаете, кто же будет председателем Всебелорусского народного собрания? Я не вижу другой кандидатуры, конечно, с пониманием логики диктатуры существующей в нашей стране, как сам Лукашенко. Значит, Лукашенко одновременно садится на две должности. У нас уже трехпалатный парламент будет, это Нижняя палата, Верхняя палата и Всебелорусское народное собрание, и два президента. Президент, который у нас нет, но узурпировал эту должность Лукашенко, и еще председатель Всебелорусского народного собрания. И потом уже должны состояться президентские выборы. И вот здесь, уступит ли должность президента Лукашенко кому бы то ни было? Моя версия нет. Он, конечно, синими пальцами до конца будет держаться за эту власть. Для него это как наркотик, это болезнь, которой он болеет. Но, если рассмотреть какие-то из вариантов, кому бы он мог предложить должность президента? Исходя из опыта Казахстана, о котором ссылаются, кстати, и Хренин, скорее всего, это может быть сын. Но сын Виктор, потому что Николай никак не попадает под эту историю по Конституции. Ну, а третий вариант, это кремлевский кандидат. Кремлевский кандидат, но это тогда конфликт с Лукашенко, и это проблемы у Лукашенко. Ну, его проблемы, пусть у него их побольше, и будет только на руку нам от этого всего. В то же время, как вы полагаете, как сейчас может использовать и может ли, использует ли и во время этого текущего уже 2024 года Путин Лукашенко в качестве вот этих его постоянных угроз странам Латвии, потому что мы странам Латвии, Балтии, остальным Литве, Эстонии. Мы уже упоминали о тех провокациях, которые он на границах постоянно не пренебрегает этим, институт изучения войны, публикации Билд. Многие пишут, что на самом деле все эти словесные реляции Путина, российского диктатора, они же не просто так. Вот эти его новые, старые песни о главном, о том, что надо защищать этнических русских, и что рано или поздно все-таки конфликты или, по крайней мере, вот такие гибридные провокации неизбежны со стороны путинского режима. Как сильно тут может задействован быть режим Лукашенковский? Или он будет все-таки вилять и давать заднюю в этом контексте? Я думаю, вы, наверное, ссылаетесь на публикацию Билд, которая предположила возможную, скажем так, организацию коридора, создание коридора Сувальского в направлении Калининградской области. Ну, давайте посмотрим на то, что происходит сейчас. Сейчас Лукашенко перманентно пытается дестабилизировать ситуацию на границах с Латвией и с Литвой. В прошлом году, прежде всего, его действия были направлены на Латвию. И там произошел многократный рост попыток нелегальными мигрантами войти на территорию Латвии. Что вынудило Латвию достаточно большой ресурс направить на охрану государственной границы, ну и, соответственно, увеличить и присутствие войск НАТО для обеспечения своей безопасности. Это в том числе было связано и с группировкой Вагнера, которая до сих пор существует в Беларуси, и инкорпорировалась в различные спецподразделения внутренних войск страны. Так что он уже создает эти угрозы. Опять же, мы помним с вами заявление Павла Муравейко, первого замгоссекретаря Союзного государства, который сказал, что в отношении нас уже ведется война, экономическая война, санкционная Литвой. И мы можем прорубить этот коридор. То есть он даже фактически не исключает возможности использования какого-то силового сценария. Сейчас появилась информация вчера о том, что в Гродненской области будет создаваться так называемый укрепрайон. Такие укрепрайоны появились в Брестской области и в Гомельской области. В конце прошлого года Лукашенко, посещая Брестский укрепрайон, заявил, что мы тут, значит, создадим эшелонированную систему обороны, но в случае необходимости мы перейдем в наступление. Значит, если исходить из этой логики создания укрепрайонов, что якобы, ну это опять же говорю, вот просто как будто читаем советскую историю. Вот Советский Союз или там начало Второй мировой войны. Вот все пишется по тем учебникам. Если предусмотреть эту логику в отношении Гродненского укрепрайона, значит, укрепрайон может в какой-то момент превратиться и в структуру, которая позволит организовать какое-то наступление. Да, сегодня, еще раз говорю, это все выглядит такая пропаганда. Сегодня это видится в нарративах угроз, информационного использования этих угроз. Но вместе с тем, глядя на то, что создается какая-то инфраструктура, то базовые основы под это есть. Увеличиваются расходы на оборону, производится больше оружия, закупается больше оружия, создаются учебно-боевые центры совместные с Россией. Кстати, в Гродненской области тоже создан учебно-боевой центр, в Барановичах создан учебно-боевой центр, в Гомельской области, в Брестской области появились базы ПВО и ВВС российские. Мочулище используется в этом контексте очень активно. Да, большой группировки российских войск нет, но инфраструктура-то под это создается, как бы там ни было. Ничего, собственно, удивительного. Что известно о инфраструктуре и расположении ядерного оружия? Потому что тоже мы на прошлой неделе с вами, конечно, но все-таки не новая это была информация, но мы увидели публикацию в Wall Street Journal уже в этот раз, о том, что напомнили, где расположена ядерка на территории Беларуси. Что известно о шевелениях вокруг ее расположения? Или, в принципе, там все спокойно? Зачем тогда напоминают? Ну, с одной стороны, мы видели с вами заявление Путина о том, что будет размещено ядерное оружие, заявление Лукашенко о том, что оно уже находится на территории Беларуси. Мы видели с вами, что где-то 25 мая, если я не ошибаюсь, прошлого года было подписано соглашение между правительствами Лукашенко и России о размещении ядерного оружия. Подписывали Хренин и Шойгу. Там определялся, в том числе, и секретным протоколом, насколько мы знаем, порядок использования ядерного оружия, о чем Лукашенко очень сильно мечтает иметь эту кнопку. Он даже, помните, пропагандистке российского телевидения Скобеевой рассказывал, что у меня там будет красненький телефончик, и мне позвонит Путин, и вот я подниму эту трубочку, и мы тут согласуем применение ядерного оружия. Ну, не дай бог, чтобы до этого дошло. Но если даже предположить такой сценарий, ну, никто не будет Лукашенко звонить. Ну, разве что позвонят по факту, скажут. Поэтому здесь Лукашенко пешка, но он пытается надувать щеки и считать себя членом клуба ядерных государств. Ну, это вот амбиции. Вот помните, как он поднимался на лестнице в Санкт-Петербурге перед Новым годом на эту встречу Путина с главами государства Евразийской экономической комиссии и Евросоюза, и Евразийского экономического союза, а не Евросоюза, да, хорошо, если бы Беларусь была членом Евросоюза, значит, и СНГ. И он такой довольный, да, у нас там все, тренировки идут, он просто испытывает какое-то наркотическое удовольствие от самого факта наличия ядерного оружия. Сведения поступают противоречивые. С одной стороны, говорится о том, что тактическое ядерное оружие размещено в Лиде, в районе города Лида, Гродненской области. Это недалеко от границы с Литвой и с Польшей. С другой стороны, поступает информация, что якобы это фейковое ядерное оружие. То есть, оно не может быть применено в реальности. И это скорее муляжи. Или отсутствует там боевая часть у этого тактического ядерного оружия. Или оно вообще устаревшее. И то есть, вот такая информация поступает. Конечно же, ну, эта информация скрывается. Но, опять же, она используется в пропагандистских целях. И Лукашенко в военную доктрину вписывает ее, опять же, пытаясь объяснить, что это для защиты интересов Беларуси. И, кстати, обвиняет Польшу, что, это об этом заявил Вольфович, кажется, что вот Польша планирует разместить ядерное оружие, поэтому у нас ядерное оружие. Подождите, так Польша планирует или разместила? Зачем же вы разместили ядерное оружие? Кто планировал на вас нападать? Где заявление хоть одного западного государства? Где заявление НАТО, что на Беларусь планировали кто-то нападать? Может быть, вы секретные документы, разведка белорусская уникальная получила? Где? Покажите хоть что-нибудь. Ничего нет. Они работают в информационном поле Беларуси. И там они могут нести по-белорусскому лухту. Какую хотят, такую и несут. Павел, а вот почему именно ядерка? У них что, больше нечем шантажировать? Ядерка, нелегальные мигранты, какие-то такие уже методы последние. А что, больше предъявить нечего? Слушайте, ну ядерное оружие, мне кажется, это самый высокий уровень шантажа, который может быть, да? То есть они же в военной доктрине, Лукашенко говорит, вот посмотрите, палестино-израильская ситуация, и там заговорили о применении ядерного оружия, и Запад никто не отреагировал. Но кто первый начал использовать этот шантаж? Это Кремль и этот шантаж. Медведева, помните, сколько заявлений были. И опять же Лукашенко, который, еще раз говорю, просто улыбка до ушей, от радости и счастья, что на территории Беларуси он нарисовал огромнейшую мишень в виде потенциального удара, в случае, если, например, из Москвы поступит приказ о применении этого тактического ядерного оружия. Ведь здесь же история может заключаться в чем? Еще раз говорю, на сегодняшний день нету к этому предпосылок, но замысел стратегический. Применение тактического ядерного оружия с территории Беларуси вызывает ответные действия со стороны блока НАТО. Блок НАТО будет принимать решение в отношении кого нанести ответный удар? В отношении Беларуси? Такое ядерное оружие российское. В отношении России? Ну так оно же размещено на территории Беларуси. И вот мне кажется, здесь может быть такой хитрый, может быть и нехитрый замысел, один из замыслов, что... А непонятно в отношении кого же наносить ответ? В отношении Беларуси и России в данном случае. Может быть в штаб-квартире НАТО будет дискуссия, и как мы с вами часто имеем место наблюдать, не будет решений. Будет затягивание решений. Белорусские военные направились принимать опыт войны в Россию. Войны против Украины, которую развязал Путинский и Кремлевский режим. Интересные такие телодвижения. Зачем им сейчас понадобилось и что известно об вот этих совместных тренировках? Ну вообще это же в концепции военной доктрины союзного государства прописано. Ведь та военная доктрина, которая обсуждалась вчера у Лукашенко, она же вытекает из военной доктрины союзного государства, новелизация которой произошла 4 ноября 2021 года. После этого через месяц начались военные учения Содружества, а после этого была атакована Украина с территории Беларуси российскими войсками. Поэтому это выходит из военной доктрины. Там прописаны все возможные направления сотрудничества. Это исходит из размещения региональной группировки войск союзного государства, то бишь российских войск, баз на территории Беларуси. И соответственно это исходит из соглашения о создании учебно-боевых, учебно-военных центров подготовки, один из которых находится на территории России, три из которых должны находиться на территории Беларуси. Это соглашение еще было подписано в 2021 году Шойгу и Хрениным. И этих военнослужащих, которые направили в Россию, я думаю, что это не первая, не последняя партия, там уже тысячи побывали. В том числе, кстати, и по тактическому ядерному оружию. Они проходили подготовку и на полигонов, по логистике, по доставке, на факультетах Академии Генштаба Вооруженных Сил России. То есть это перманентный процесс. Но здесь речь заводится о том, что они будут учиться на опыте войны против Украины. Звучит кощуственно. Белорусских офицеров направляют учиться на опыте войны. Соседнее мирное дружественное государство, как Лукашенко говорит. Лжец, полный лжец. Клеймание где ставить. Ну и потом, после этого, они получат образование по самым сложным предметам, по военным специальностям, которые будут использовать при подготовке военнослужащих на территории Беларуси. Так что я понимаю, это различные рода войск. А все-таки угрозы и риски каких-то более провокационных, наступательных возможностей со стороны Беларуси, они по вашим оценкам информации сохраняются сейчас? Или можем мы отложить их в такой сундук и подальше? Мизерные. Я не вижу настоящий момент. Конечно, угрозы будут только тогда, когда российские войска вновь появятся на территории Беларуси в большом количестве. Сейчас там их несколько тысяч, которые занимаются этими объектами, созданными, опять же, россиянами. Конечно, они могут развернуться на территории Беларуси. Ну, сколько им понадобится? Две-четыре недели. Да, такой сценарий нельзя исключать. Хотя, еще раз говорю, пока предпосылок к этому нет. Направление же вооруженных сил Республики Беларусь. В Украину я не считаю реальным сценарием. Лукашенко это не делает ни потому, что он такой борец за мир. Потому что всю его борьбу за мир мы с вами уже видели. Еще раз говорю, там дискутировать не о чем. То он это не делает, потому что по всем социологическим опросам 90 плюс процентов беларусов выступает против использования вооруженных сил Республики Беларусь в войне против Украины. Поэтому он это прекрасно понимает. Да, силы специальных операций теоретически он мог бы бросить, а зачем? Чтобы их там, как говорится, положили половину, и он получил бы гробы на территории Беларуси. И поднялись бы волнения, когда у него выборы, когда у него очередное самоназначение впереди состоит. Поэтому я не думаю, что сейчас у него есть интерес использовать вооруженные силы Беларуси. Никакого интереса нет. Это триггерит ситуацию. Даже, в принципе, вот это, наверное, и главное будет. Перевыборы Лукашенко это главное условие, препятствие для того, чтобы он использовал вооруженные силы. Никаких препятствий для себя не видит российский диктатор Путин. Ему уже все равно, что у него там происходят и протесты разного характера, и возмущения на фоне его путинских перевыборов. У него одно – война. Он живет ради войны в Украине. Вот он опять говорит, что мы ***, так бы, конечно, можно было бы закончить все миром. Это мы не хотим на это соглашаться. Ну, сам мы понимаем, какой ему мир нужен. Никакой замороженный конфликт, чтобы использовать и дальше пойти вот везде в атаку. В то же время, Павел, мы и вы видим, что на разных площадках, в частности, из последнего на Всемирном экономическом форуме в Давосе, продолжается обсуждение украинской формулы мира. Ну, и иногда, особенно перед Новым годом, был этот шквал такой публикации о возможных мирных переговорах. Сейчас эти голоса так поутихли, по крайней мере, в публикациях и публично. Как вы видите, целесообразность сейчас и обсуждений формулы мира, и разговоров о мир на фоне тех заявлений, а главное тех действий, которые мы видим со стороны российского режима и Путина. Ну, давайте попробуем разобраться, почему эти заявления со стороны Путина и Кремля звучат. Потому что сейчас также идет предвыборная кампания. И для того, чтобы удовлетворить настроение большой части российского общества, все-таки оно что же присутствует, ему нужно продавать тезис о том, что он вообще выступает за мир. А главный виновник в том, что мирного соглашения нет, это Украина. Вина Украины была в 2022 году, что не доказано. И вина Украины сегодня, что она опять не соглашается заключить мир. Простите, какой мир? Отдав огромную часть своей территории, на такой мир хочет подписать Россия. Опять же, это работа на внутреннюю аудиторию. Я бы сказал так. Конечно, это подпитывание и внешней аудитории, потому что мы же с вами знаем, что голоса перманентно раздаются. Может быть, хватит финансировать войну. Давайте договоримся. Я бы хотел посмотреть на тех политиков, которые это предлагают, если бы что-то подобное было на территории государства. Неужели бы они были бы готовы? Давайте договоримся. Половину какой-то страны, не будем называть какой, забрали. Или треть, четверть. И давайте договоримся, отдадим агрессору эту территорию. Как-то здесь у них что-то формула. Посмотри прежде всего на себя, оцени с точки зрения себя. Как бы ты сам действовал в этой ситуации и не срабатывает. На мой взгляд, конечно, эффективно обсуждать все инструменты действия, направленные на то, чтобы Украина победила в этой ужасной войне, развязанной России, при поддержке режима Лукашенко. И на это должна быть главная задача. И на этом должен быть сфокусирован форум в Давосе. Искать способы, методы победы. И действовать, а не только говорить и обсуждать. Не допустить заморозку конфликта. То, что сейчас также, о чем мы говорили, появляется такой нарратив. А вот все-таки слово действовать. Мы видим больше даже сейчас заявлений, если брать о передаче Украине Таурусов, например. Со стороны оппозиции немецкая больше такое звучит. А вот канцелярии Шорзе все-таки опасаются. Опасаются того и в других аспектах предоставления нам дальнобойного оружия. И не только. Опасаются все-таки того, с чего мы с вами начинали. Элементы и компоненты ядерного шантажа Российской Федерации или чего? Я уже не знаю, чего они опасаются. Когда мы видим, что идет давно уже полномасштабная война. Когда Украина не раз доказала, что действия даже на территории Российской Федерации не приводят к каким-то контрдействиям Российской Федерации. Которые бы каким-то образом, не знаю, обострили бы угрозы в отношении западных стран. И эти красные линии уже пройдены. И не раз мы видели даже на территории Российской Федерации, Белгородской области действия и добровольцев, и украинских военнослужащих применения оружия и так далее. Поэтому я не знаю, какие они здесь могут найти аргументы против того, чтобы предоставить дальнобойное оружие. Мы слышали вчера, что Макрон в прямом эфире заявил, пусть в меньшем объеме, но предоставление их ракет, французских ракет дальнобойных. Возможно, это простимулирует Германию, Шольца, на предоставление соответствующих ракет дальнобойных со стороны Германии. В целом Германия, конечно, в этом году значительно увеличила поддержку Украины до 7 миллиардов. Говорилось раньше, мне кажется, о 8 миллиардах. Но вместе с тем где-то в два раза вырастает эта военная помощь. Но не хватает воли политической, не хватает характера, не хватает понимания того, что эта война приведет к тому, если не помочь Украине, к реальной войне на территории НАТО. Или попытки развязать эту войну на территорию НАТО. Все почему-то до сих пор считают, что это так, знаете, раздувается история, все это тоже информационная волна, а в реальности Путин и Лукашенко, как его напарник, не сделают того, о чем мы говорим. Сделают, это уже не раз доказывалось, сделают. Вопрос, ну, политики европейские, возьмите волю в кулак и начните принимать решения. Хватит дискутировать. Однозначно, время дискуссий лет 10, если не больше, назад прошло. Павел, спасибо вам огромное за ваш анализ, за ваши дискуссии, и не только лишь обсуждения, за вашу работу и позицию активную. Благодарю вас. До новых встреч в нашем эфире. Надеюсь, скорых. Дякую, Великий. Всего доброго. Дякую. Хай живой Беларусь без Лукашенко. Дякую вам. На все доброе. Живее вечно и слава Украине. Героям нашим слава. Заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета, также руководитель Народного Антикризисного Управления Беларуси Павел Латушка. Вы вместе со мной, друзья, вместе с нами. Спасибо, что работали вместе. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему разговору, если вам понравилось. Также подписывайтесь на YouTube 24-го. Буду вам благодарна. Ирина Узлова для вас работала. Увидимся.